Здравствуйте! В эфире Новости Дагестана. Я Фатима Буталибова. И вот главные темы выпуска. Сразу 14 человек в 7 регионах. ФСБ провело массовое задержание пособников террористической организации. Один взрослый и семеро детей. В Кузовском районе люди отравились из-за некачественной питьевой воды. Реваншу быть участники главного события турнира «Файт Найтс» Магомед Исмаилов и Владимир Минеев успешно прошли процедуру взвешивания. 14 человек из 7 регионов страны задержали накануне сотрудники Федеральной службы безопасности. Известно, что все они помогали в финансировании запрещенной в России террористической организации «Хаят Тахрир Ашам». Задержания прошли в Дагестане, в Москве, Хабаровском крае, Курганской, Ульяновской и Самарской областях. Как сообщает Центр общественных связей ФСБ, при обыске в домах у пособников террористов нашли телефоны, банковские карты, оргтехнику, а также экстремистскую литературу. МВД Дагестана обнародовало видео допроса квартирного вора, который был задержан накануне. Напомним, что в сентябре этого года в Махачкале были вскрыты две квартиры. Полиция установила, что преступление совершил 42-летний местный житель. Он проникал в чужие квартиры путем подбора ключей. Известно, что злоумышленник в одном случае украл крупную сумму денег, в другом – ювелирные изделия. Задержанный сознался в саденном. На данный момент возбуждено уголовное дело. Задержали за кражу. Две кражи по адресу Лаптиева и Шамиля. Я зашел в квартиру на Лаптиева, ничего не успел взять, вернулась хозяйка, я сбежал. Затем заехал на Шамиля, обыскал квартиру, открыл путем подбора дверь, обыскал квартиру, нашел денежные средства в размере 900 тысяч рублей. Никто мне наводки не давал, ничего не давал, просто искал подходящий замок и все. С похищенным что вы сделали? Потратил по собственному смотрению на свои дожди. Семеро детей и один взрослый с признаками отравления доставлены в Хунзахскую районную больницу. По предварительной информации, причиной отравления стала питьевая вода, которая подается в дома жителей. В настоящее время комплекс проверочных мероприятий по факту отравления проводит прокуратура. В рамках прокурорской проверки будут проведены необходимые надзорные мероприятия. По результатам проверки, при наличии основания, приняты меры прокурорского реагирования. В Гунибском районе продолжается реконструкция автомобильной дороги Гуни-Бругуджа. Более 8 километров дороги будет отремонтировано в рамках госпрограммы по линии Минтранса региона. Как сообщает прислужба ведомства, сейчас на объекте полностью завершены работы по установке земляного полотна и строительства моста. Автомобильную дорогу планируется ввести в эксплуатацию в конце ноября этого года. В Избербарше путем жеребьевки распределили 15 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Жилые помещения выданы по договору специализированного найма с возможностью приватизации через 5 лет. Льготники получили типовые однокомнатные квартиры с ремонтом и всеми необходимыми коммуникациями. Они расположены по улице Заводская в новом многоэтажном доме, возведенном в 2020 году. Я уверен, что мы дальше взаимодействуем с администрацией. Мы будем помогать и за короткое время, вот эта очередность, которая в городе Избербарше есть, чтобы полностью мы смогли подогревать желания наших детей. Сегодня приятный день. Я, допустим, касающийся вот этого вопроса, очень переживаю и через себя пропускаю. Потому что очень стараемся, хотим и в дальнейшем тоже вот эту работу, чтобы у нас продолжено и особенно реализовано. Есть определенные, на самом деле, трудности на сегодняшний день. И глава республики это заметил и помогает нам всем. Более 180 работ в 15 номинациях. Всероссийский фестиваль-конкурс прошел в стенах древнейшей Дербентской крепости Нарынкова. Инициатором мероприятия выступила Академия Минпросвещения России. О том, какие работы народных умельцев были представлены на суд экспертов, расскажет Патимат Ханапова. Дербент был выбран не случайно. По замыслу организаторов, проведение конкурса старинных промыслов в старинном городе символично. Кроме того, Дагестан славится и своими народными умельцами. Республика Дагестан открыла двери для всей страны. Сегодня практически вся Россия находится на территории этой прекрасной республики. И, как отметили мои коллеги, это неспроста. Республика Дагестан всегда славилась своими мастерами. И мы знаем и золотых дел мастеров, и серебряных дел, и тех, кто занимается ковроткачеством. И много-много умельцев здесь было испокон веков. И то, что молодые ребята сегодня приехали со всей России, я надеюсь, это их вдохновит. Я надеюсь, что они в дальнейшем продолжат наращивать свое мастерство. Потому что быть здесь и не вдохновиться нельзя. Владение различными ремеслами, демонстрацией этномоды, национальных музыкальных инструментов, а также знаний сказок и семейных традиций народа в России. В этих и не только номинациях будут соревноваться участники. Сюда на конкурс приехали мастера 48 субъектов страны. Я занимаюсь северными росписями. Сюда привезла сундуки, расписанные в технике мизении и северодвинской росписи. В восторге от города. Он такой старинный, красивый, наполнен музыкой, колоритом. Когда ты здесь проезжаешь, ты уже чувствуешь, что ты попал в какую-то восточную сказку. На данном конкурсе буду выступать в номинации «Сказки народов России». В нашу программу включены различные экскурсии, мастер-классы. Я думаю, будет очень интересно. И уже очень хочется во всем поучаствовать, особенно в конкурсах, представить свои работы. Среди экспертов – представители крупных вузов и академии страны, члены Союза художников и дизайнеров России. Вовлечение молодых мастеров в процессы сохранения и развития традиционной культуры народа в России – главная цель фестиваля. Патимат Ханапова, Мурат Бигбарзов, Новости ННТ, Дзербент. В подготовке к зиме дагестанским энергетикам помогут приезжие специалисты. Компания «Россети» направила в республику более 100 работников с других регионов страны. В рамках ремонтной программы текущего года специалисты приведут в порядок более 350 воздушных линий, около полутора тысяч трансформаторных подстанций и почти тысячи километров проводов. От Дагестана подготовкой оборудования к зиме занимаются более 700 специалистов Дагэнерго. Работа, как сообщили в компании, ведется по всей территории республики. Реваншу быть. Магомед Исмаилов и Владимир Минеев готовятся к бою. Самый ожидаемый поединок года в российском ММА состоится завтра вечером в Сочи. Оба спортсмена смогли уложиться в среднюю весовую категорию. Обладатель чемпионского пояса Минеев показал на весах 84 килограмма и 400 граммов. Он оказался немного тяжелее дагестанца. Напомним, что первое противостояние этих бойцов состоялось в октябре 2018 года и завершилось ничейным результатом. Футболисты ДГТУ пробились в финальный этап национальной студенческой лиги. Отборочный турнир среди команд Северного Кавказа прошел накануне во Владикавказе. Сборная политехнического университета разгромно выиграла две встречи, поочередно взяв верх над командами из Карачаева-Черкесии и Алании. Уступили наши футболисты только в одной игре. По итогам мини-турнира сборная ДГТУ заняла второе место и прошла отбор в финальный этап, который пройдет в конце ноября в Крыму. Игру команды политех Шамиль Абитов признан лучшим бомбардиром турнира и получил приз лучшего игрока. На сегодня у нас все. Смотрите нас также на сайте nnttv.ru. Всего вам доброго и до скорых встреч!